Всем привет! Сегодня мы поговорим об очень интересном и очень достойном объективе. Это 300 мм f4 L без стаба. Причем к этому обзору я готовился почти год. То есть он у меня с прошлого лета. Я специально собирал материалы, снимал и спорт, и пейзажи, и птичек, и все подряд, чтобы вам рассказать наиболее подробно опыт эксплуатации и показать побольше фоточек. И я вам скажу, что этот объектив действительно крутой. Даже снимаю себя на три камеры. Вот на X-T3, сверху XS10, а тут на GoPro, чтобы дать вам такой общий план всей этой красоты. Давайте его взвесим для начала, потому что мы понимаем, что это металлический, немаленький объектив. Но в своем классе он довольно легкий, как для этого класса. И вот взвешивание показывает 1249 грамм, в общем-то, как и по инструкции. Я его, кстати, использую на R5. Сейчас у меня с адаптером Мейки. И в данном случае с поляриком, чтобы поснимать пейзажики сразу же с поляриком. Но здесь можно и накручивать фильтры, естественно. Диаметр 77 мм в передней линзе. То есть, при желании можно накрутить. Но это же у нас телевид, а не широкоугольник. Смотрите, внешний. Вообще, он мне внешне очень напоминает 7200 f4. То есть, я вам сейчас покажу видео. Была возможность снять их бок о бок. Ну, 7200, естественно, чуть-чуть меньше, чуть-чуть легче. То есть, он весит там около 700 грамм. Но вот этот объектив, то есть, как ни странно, он значительно легче ощущается, чем 100-400. Хотя между ними разница 300 грамм. Но 300 мм, то есть, как с собой легче, чем 100-400. У меня уже был 100-400, есть на него обзор. Я вам скажу, что штуковина такая, очень специфическая. Далее. Смотрите, у объектива есть встроенная бленда. То есть, она несъемная. Вы ее выдвигаете. Здесь такая, как бы, пластмасска, резинка, чтобы он просто держался здесь. Выдвигаете и закручиваете вот так. Закручиваете против часовой стрелки. Вот. Я его закрутил. И бленда, все, она уже никуда не двигается. На ней есть заветное красное колечко, потому что это L. У меня версия F4 без стаба. Давайте я расскажу немного предысторию. Потому что этот объектив был выпущен еще в далеком 1991 году. А в 1997 выпустили обновленную версию. То есть, там и оптику поменяли, и добавили стаб. То есть, по сути, все те же параметры. 300 мм F4, только со стабом. И еще, что важное поменялось, что здесь минимальная дистанция фокусировки 2,5 метра. Что довольно много, даже для этого фокусного расстояния. То там 1,5 метра. И получается, что коэффициент приближения у того объектива больше. То есть, можно более крупно снимать. Потому что одна из слабых сторон этого объектива, что он крупно не снимает. То есть, если вы хотите снять что-то типа, не знаю, цветочка, букашки, то вам понадобится макрокольца. Но с макрокольцами это работает реально очень круто. Я позже покажу вам примеры. И да, это будет работать. Но вот в чистом виде, сам по себе, нет, близко он не снимает. То есть, даже если вы хотите снять, например, маленькую птичку, то она, ну я снимал близко к минимальной дистанции фокусировки, она весь кадр не будет занимать. Даже если вам удастся снять эту птичку на 2,5 метра, то она совсем маленькая и не будет занимать весь кадр. То есть, если это что-то вроде аиста, аист да, можно во весь кадр снять. Но воробушек при всем желании он не будет у вас достаточно крупным. Корпус металлический, естественно, конструктив здесь выше всяких похвал. Это вам не новая RF-оптика, которая сделана из премиального пластика. Здесь металл белый, то есть, прям чувствуете себя профессионалом с белой трубой. Здесь есть колечко для крепления на штативе. Оно для такой длиннофокусной оптики действительно уместно. Например, на 70-200F4 здесь есть углубление, но колечко в комплекте не продается. Здесь оно есть. При этом, если сравнивать вот эти вот подставки, то в версиях более дорогих, типа 2,8, 300 мм 2,8, или вот вышел Nikon новый 800F6,3, то там прямо не ходят, держатся, там такая лапка здоровенная. То есть, здесь лапка, конечно, маленькая, но сколько заплатили, объектив этот на барахолке стоит примерно около 500 долларов, такую лапку и получили. Ну, это второй, наверное, главный недостаток у этого объектива. Потому что оптически он реально крутой. То есть, он, ну вот что вы понимали, просто для тех, кто знает, у кого есть 135, я специально взял ее здесь для сравнения, очень напоминает по насыщенности, контрасту, цвету. То есть, вот 135, просто 300 мм, вот что вы понимали. Просто если удлинить фокусное, то вы получаете по качеству картинки примерно то же самое. И давайте сразу покажу вам бок о бок сравнение. Дело в том, что 135 это самое близкое, что я могу сравнивать с этим объективом. И смотрите на открытый. Ну, видите, 135 на открытой резкой. И этот объектив тоже резкий на открытой. Давайте подвинемся к краям. И что у нас на открытой? Ну, вот если присмотреться, я только что на кирпичной стене заметил, что он по краям чуть-чуть начинает отставать от центра, если так присмотреться. 135, кстати, по-моему, тоже чуть-чуть. Но это на открытой. И хотя сложно сказать, тут уже, знаете, ну, по-моему, и не отстает. Вот здесь вроде хорошо, вроде все резко. Потому что приближение довольно крупное получается. Теперь смотрите, 135 я закрою до f4. То есть, понятно, что на f4 этот объектив уже предельно резкий, потому что он закрыт. А 300 мм на открытой. И, кстати, я снимал с разного расстояния для того, чтобы получить, ну, похожий масштаб. Чтобы можно было сравнивать. И смотрите, по центру закрытая 135-ка выглядит, ну, прям совсем звенящей резкой. И в данном случае, да, она круче, чем 300 мм f4. Хотя на практике я вот этого не замечал, но покажу вам позже. Давайте посмотрим не по центру, а по краям. Допустим, справа. Право. Ну, чуть-чуть вот она, да, резче. Вот если тут смотреть по самым краям. Но, понимаете, этот объектив тоже нельзя назвать мыльным. То есть, изображение очень хорошее все равно. Теперь я прикрыл оба объектива до 5,6. Одинаковая диафрагма. Оба чуть-чуть прикрыты. И 300 мм стал чуть-чуть резче. 135-ка, мне кажется, звенит еще больше. То есть, тут трескость прям такая совсем звенящая. И по краям, в принципе, тоже сохраняется ситуация, что она чуть-чуть опережает этот объектив. Вот. То есть, он хороший, но 135-ка все-таки чуть-чуть, но круче. Ну, вот здесь по краям тоже видно. Не могу найти ту же самую складочку. Но видно, что здесь более резкая картинка на 135-ку. Ну, и давайте на f10 посмотрим, что у нас с детализацией. И там, и там f10. Зумим, смотрим. Ну, в принципе, картина сохраняется. То есть, 135-ка чуть-чуть, вот она совсем такая звенит. Если этот объектив просто резкий, то 135 мм вот прям совсем-совсем звенящая резкая. Так вплотную на такой объектив вы вряд ли будете что-либо снимать. Я вам сейчас покажу фотографии из, ну, реального мира, где вы увидите, что он, ну, он реально бритвенно резкий. Не стену, а пейзаж. Вот, смотрите, на f4, на открытой, снята практически по центру. И, видите, детализация на этом сцене очень даже приличная. Ну, в реальном мире, то есть, он, ну, реально с резкостью все хорошо. Но смотрите, вот на этой фотографии у меня получился такой засвет. Но в целом я вам скажу, что этот объектив не сильно боится засветок. То есть, вот это скорее исключение. Давайте посмотрим, вот смотрите, городской пейзаж на 300 мм. С балкона, сверху, снято. И детали очень хорошо читаются. То есть, вот я вам показываю фотки. И я был очень приятно удивлен, то есть, что можно снимать на такой старый объектив и получать очень хорошую детализацию. Вот здесь это видно, что в реальных условиях он очень резкий. Я вам сейчас еще покажу вот эту фотку. Она мне даже больше нравится. Здесь выдержка 5 секунд, F10. И посмотрите, как хорошо видно детали. Вот прорисованы у нас столбики. Можно посмотреть вправо. То есть, и по самым краям, посмотрите, вот этот знак, он находится на самом-самом краю. Там, где я кирпичик рассматривал. Но у меня нет больших претензий. Да, в принципе, тут все отлично с резкостью. Вот, по краям. Слева вот можем порассматривать здесь плитку, там, кирпичик и все такое. Но если хочется, чтобы звенело, но оно уже хорошее. То есть, вы видите, что я смотрю сейчас края и с ними все в порядке. Если еще вот чуть-чуть подвинут ползунок, то вот оно начнет звенеть, как на 135. То есть, я вот в таком тесте на кирпичной стене увидел, что 135 все-таки чуть-чуть резче. Но на практике, вы когда будете снимать, вы эту разницу не будете ощущать. То есть, они оба очень резкие, даже без вот этого движения. Ну, покажу еще одну спортивную фотографию. Тут я, по-моему, чуть-чуть прикрыл. Видите, 4,5. Ну, посмотрите на детализацию. Ну, вот здесь я по таким фоткам судил, что, в принципе, на 135, если вы снимете поближе, то вы получите очень похожую картинку на это. Вот для сравнения в тех же условиях фотография на 135 мм. И, естественно, с детализацией у нас тут все очень хорошо. Видите, 135 на 2,0 и от фона отделяет, и резко. Ну, в принципе, здесь по кадрированию я это примерно так и видел. Здесь 300-ки было бы даже слишком много в этой фотографии. На открытой он уже, в принципе, резкий. То есть, вы закрывать будете скорее для глубины резкости, чем для улучшения картинки. Единственное, что у 135-ки на открытой нет хроматики. И у этого объектива иногда в некоторых условиях проявляется хроматика, но она довольно легко корректируется в редакторе. То есть, я бы не переживал по этому поводу. Давайте покажу вам эту самую хроматику. То есть, вот эти самые условия, когда у вас, ну, смотрите, белая одежда на черном фоне. И вот здесь, вот если на 200% приблизить, ну, вот, вот, вот чуть-чуть можно заметить. Вот, вот здесь вот чуть-чуть можно заметить. То есть, у 135-ки вот этого даже нет. То есть, это совсем не та ситуация. Вот, видно, не в той мере, как, например, у 85-1,8. То есть, здесь в этом плане гораздо лучше. И корректируется это вот таким легким движением ползунка, и все. Уже нет никакой хроматики. Вот, она пропала. Вот, камера видит этот объектив как родной. Он и есть для нее родной. Напоминаю, для тех, кто не в теме, что наличие вот этого адаптера, ну, никак не ухудшает свойства оптики. Наоборот, в некоторых ситуациях старая оптика даже работает лучше, чем на старых камерах. Так вот, у нас работает коррекция винетирования, хроматической киберации и дифракции. То есть, не работает коррекция искажений. Вот эта штука действительно только на RF оптике работает. Это коррекция дисторсии. Но дисторсия у этого объектива близится к нулю. То есть, там я смотрел по обзорам 0,17%. То есть, можно сказать, что тут ее практически нет. Казалось бы, на телеобъективах можем об этом не задумываться. Но вот для сравнения Viltrox 85-1.8, так у него довольно заметная подушкообразная дисторсия. То есть, линии вогнуты внутрь. И для тех, кто хочет снимать архитектуру, ну как, под него, по-моему, есть профиль. То есть, это может корректироваться. Но на видео, например, нет. И как ни странно, ну я, например, замечаю, что на той Viltrox, в отличие от родного Canon, есть дисторсия. То на этот объектив можно снимать архитектуру. Линии будут идеально ровными и резкими. То есть, оптически он реально очень крутой. Несмотря на то, что этот объектив старше этой камеры, ну почти на 20 лет. И, кстати, я заметил работу вот этих коррекций всяческих, ну, например, хроматических аберраций. Я снимал птичку на столбе, на проводах. И вот когда я включил RAW видео ради интереса, то в RAW я увидел эту хроматику. А если снимаешь в обычном видео, то он корректирует, и вы не видите. То есть, на видео тоже накладываются вот эти коррекции. Для объективов такого типа очень важна скорость фокусировки. Потому что гриб здесь реально очень маленький. То есть, 300 мм и F4. Ну, поймите, F4, ну не знаю, на полтиннике, это вообще ничто. Даже F4 на 100 мм, ну, не сильно отделяет задний план. То есть, это так себе. Вот на том же 100-400, если вы снимаете на 100 мм, картинка получается, ну, довольно плоская. Она более репортажная. Вам лишь бы захватить и всё. Но отделение заднего плана, ну так себе. То на 300 мм F4 объект отделяется заднего плана даже на больших расстояниях от вас. В чём уникальная особенность этого объектива. Ну, в принципе, я считаю, что его главное назначение это съёмка спорта. Так вот, в связи с этим важна работа автофокуса, естественно. Учитывая то, что объективу более 20 лет, то смотрите, я вам сейчас покажу, в чём нюанс. Вот если я сейчас поставлю на бесконечность, и тут, ну, в эту сторону у меня будет как раз 2,5 метра. Видите, это происходит не моментально. То есть, автофокус, он, вы когда им пользуетесь на, ну, в реальных условиях, он реально быстрый, и его достаточно, ну, можно легко снимать спорт. С этим проблем нет. Но, если его сравнивать с более новыми моделями, даже 100-400 первой версии, которая у меня была на обзоре, он быстрее, чем этот объектив. То есть, там вот это жух-жух, он быстрее фокусируется. Ну, например, RF-100500 4.5-7.1, там вообще моментальная фокусировка. Причём, это действительно круто для телеоптики, потому что, ну, здесь очень, ну, много стекла, и оно преодолевает большое расстояние. То есть, если взять какой-то ширик, типа там 16-35, то там фокусироваться этой оптики гораздо проще, потому что диапазон фокусировки вот этих расстояний значительно меньше, чем здесь. Нагрузка на мотор фокусировки у телеобъективов значительно выше. И этот объектив относится, можно сказать, по запрошлому поколению, там, по USM моторам. И, смотрите, ещё раз, вот на бесконечность. И процесс перефокусировки, если брать весь диапазон от минимальной дистанции фокусировки до максимальной, действительно не моментальной. Ну, секунду это занимает, по меркам современной оптики это не круто. Но это если вот заниматься такими тестами, ну, не полевыми, скажем так, а вот тем, чем я сейчас занимаюсь. Потому что, если вы снимаете спорт, то, как правило, вы следите за объектом, ну, на каком-то расстоянии от вас. Вы не снимаете сначала то, что вот прямо здесь передо мной, тем более на фикс-объектив. Это 300 миллиметров без зума. У вас диапазон работы системы автофокуса будет измеряться в нескольких метрах. То есть, вы вряд ли будете заниматься тем, что то снимаете прямо здесь, то сразу там. И на практике, ну, вот если вы, допустим, следите за велосипедистом, я не знаю, вы снимаете какого-то спортсмена, который делает какой-то трюк на расстоянии. Автофокус очень быстрый. Если вот он не летает, вот сейчас, как у меня, от и до весь диапазон. Если он работает постоянно на какой-то рабочей дистанции. И поэтому недаром здесь добавили вот этот механизм фокусировка от 6 метров до бесконечности. То есть, вы убираете возможность сфокусироваться на совсем близких дистанциях. И автофокус работает только начиная с 6 метров. Для этого объектива, ну, это вполне реалистично. Хотя, я вам скажу, что я на практике, я ставил всегда вот это значение 2,5 метра и все равно все было ок. Просто понимаете, какая схема работы с этим объективом. Потому что то, что вот я вам сейчас показываю, может со стороны показаться, что он какой-то медленный по автофокусу. И если вы будете заниматься такими тестами, реально, что я вот сначала навелся сюда, потом он навелся до бесконечности. То действительно, это движение происходит медленно. Но, если вы пользуетесь оптикой так, как и реально пользуются. То есть, вы работаете на каком-то одном расстоянии, то вот эти сдвиги, ну, скажем так, на небольшие расстояния туда-сюда происходят действительно очень быстро. И следящий режим работает нормально. То есть, скажем так, в тестах он не победит, но на практике все задачи решает отлично. С таким объективом нужно больше говорить не об этом объективе, а о том, что вы с ним будете делать и о сфере применения. Потому что, ну, такие объективы, они у многих людей будут лежать на полочке и пылиться. И у меня, в принципе, много месяцев он, ну, вот всю зиму, все холодное время он лежал вообще без какого-либо использования. Потому что ему нужно найти применение. Он, ну, как вы понимаете, не для помещения. Хотя я на него чуть-чуть поснимал комбо дзюдо, чемпионат в помещении. Но я ставил ИСа при этом, правда, 5600, на Р5 это реально, в принципе. С натяжечкой можно даже в помещении спорт снимать. Но это будет реально с натяжечкой, потому что дырка F4, она не совсем для помещения. То есть, если у вас, скажем, очень крутая тушка, типа Р5, то можно даже в помещении спорт снимать. Но это уже некоторый компромисс. Его главная задача это спорт на улице. Потому что, смотрите, давайте я перечислю, что на него можно делать. На первом месте спорт можно снимать. Потом можно снимать пейзажи, архитектуру. Да, на 300 мм, потому что некоторые люди думают, что архитектуру нужно только на ширик снимать. Отнюдь. Так же, как и пейзажи. Совершенно не обязательно. На телевике это тоже довольно интересно делать. Я считаю, что самый унылый, скучный объектив для архитектуры и пейзажа это 24-70. Он максимально удобный и простой в использовании, но в то же время по картинке, по перспективе. Не просто картинке, по перспективе изображения. Он наиболее скучный. Ну, это стандартное фокусное расстояние. То эта штука, она реально интересная. Для меня 300 мм, он, знаете, дал как глоток свежего воздуха, потому что я уже всё перепробовал, на всё снимал. И для меня каждая фокусная, в общем-то, понятная. А это реально что-то новое. То есть, каждый фикс-объектив вы учитесь как бы видеть так, как он видит. И смотреть на расстояние, как-то прикидывать, что вы получите в итоге. То есть, когда-то для меня было сюрпризом 85-ка, там 1.8, типа, вау, как это интересно, как это круто. И так я через очень много фокусных расстояния проходил. Ну, полтинник 1.2. То есть, если вы с каким-то фиксом не работали, то нужно любой фикс купить и получите массу удовольствия. Но если вы увлечённый фотограф, вам не лишь бы нажимать на кнопку. И так же с 300-кой. То есть, когда вы пробовали всё другое, а этот не пробовали, вы купите и поймёте, что у него есть свой кайф. Но его нужно распробовать и самое главное найти ему применение. Потому что по применению. Смотрите, первая спортивная фотография, архитектурно-пейзажная фотосъёмка, потом идёт диких животных и птиц. И кто-то может подумать, я не знаю, шпионская фотография. Но дело в том, что вот эта белая большая труба, ну, не такая уж она и шпионская. И самофокусное 300 мм, оно, вот, кому-то может показаться, что это очень много, что это прям далеко бьёт. Тем более, штука такая немаленькая. Вот 135-очка на фоне, маленьким каким выглядит. Да. Но по факту, вы когда начнёте снимать, вы поймёте, что 300-ки часто не хватает. Когда вы снимаете на улице, особенно птиц, мелкие объекты, вы поймёте, что этот объектив короткий. Ну, не широкоугольник, но как бы вообще ни о чём. То есть, и по части применения нужно понимать, чего вы хотите. Потому что это не зум. То есть, почему ещё он довольно специфичен и лежит у людей дома на полочках, лежит на барахолках. То есть, несмотря на то, что он оптически реально охрененный, но 135-ка намного более востребованный объектив, гораздо более ходовой, более ликвидный и так далее. То 300-ку, ну, я думаю, что продать его будет гораздо тяжелее, чем 135-ку. А потому что сфера применения. Потому что из всего, что я перечислил, портреты к этому объективу не относятся. Причём не просто потому, что нужно далеко отходить. А на этот объектив, чтобы снять человека, действительно нужно отходить далеко. Хотя, мы вот пробовали, в принципе, даже можно, если вокруг тихо, можно даже разговаривать на расстоянии съёмки этого объектива. То есть, можно. Проблема, ну, да, неудобно работать даже на улице с человеком. Но проблема в другом, что если вы снимаете портрет, потому что кто-то говорит, вот, лицевые портреты на телевики. Понимаете, такая же проблема. Вот у меня 70-210 FD. Мне было интересно фокусное 200 на полном кадре. Отвык от него, знаете. Когда-то у меня был 70-200 F4, а сейчас у меня 70-210 FD F4. Но это отдельный обзор будет. Он никак не сопоставляется с этим, ну, по качеству, с этим объективом. Но самое важное, фокусное расстояние. 200 мм, 300. Если вы снимаете портрет на такой вот объектив, то у вас очень специфически передаётся перспектива. У вас лицо за счёт компрессии вот так вот просто вжимается. И, например, людям с типом лица, таким как у меня, широким, круглым лицом, вот это категорически не подходит. Я себя по приколу снял на 200 мм, я себе не понравился. Сейчас я себя снимаю на 23 на кропе, то есть можно считать, как на 35 на полном кадре. Ну, почти. Такой объектив мне нравится гораздо больше. И при выборе фокусного расстояния для портретов, а то, что мне кто-то написал, вот, какой-то блогер сказал, что 200-ка очень волшебная для портретов. Кто-то ещё скажет, ой, надо крупные лицевые снимать на 300-ку. Ну, у кого на что, знаете, хватит фантазии. Я вам приведу пример типа лица, который, возможно, можно было бы снимать на такой объектив. Представьте себе, посмотрите, как выглядит Леди Гага. У него довольно длинный нос, у неё вытянутое лицо здесь. И для того, чтобы компенсировать на фотографии какие-то особенности лица, чтобы сделать человека не таким, как он выглядит. Потому что плюс-минус таким, какой он есть, нужно снимать его на полтинник. А если вы снимаете его на 16 мм, вы его развернёте. То есть, 16 никому не пойдёт. Даже людям с широким лицом это слишком сильно извращает перспективу. То есть, 35-ка, да. Но 300 мм, оно просто сплющивает. То есть, категорически нельзя на такую оптику снимать. На 135-ку тоже нельзя снимать людей с азиатской внешностью. То есть, опять же, широкий вал лица, мелкие черты лица, допустим. В первую очередь, имеется в виду объём. То есть, вот насколько у человека выдаётся нос вперёд. Бывают лица вытянутые, а бывают наоборот плоские. Если у человека плоское лицо, то вы его снимете на объектив, который его делает ещё площадь. Вы сделаете доску просто. То есть, надо понимать, как работать с перспективой. Каждый объектив передаёт перспективу по-разному. Хотя некоторые считают, что перспектива не зависит от объектива. Ну ладно. Так вот, фокусные 200-300, они слишком специфические. И снимать на него вот просто кого попало нельзя. То есть, в некоторых условиях для каких-то людей, возможно, они окажутся кстати. Но вряд ли 300-ка, потому что, вот это, знаете, это так же, как на 16 мм снимать портреты. Но слишком сильно он деформирует лицо. Поэтому и на 200 мм портреты, ну так. Причём это будет проявляться, даже если вы будете снимать человека в полный рост. При крупнолисовом портрете вообще капец будет. Но и в полный рост это тоже будет заметно. То есть, недаром такая универсальная комбо-связка для портретов, это 35 и 85. Вы можете для... Приходите на съёмку и в зависимости от человека перед вами, снимаете его или на 35 или на 85. Вы можете по фокусу им построиться под его тип лица. Так вот, на эту штуковину большинству людей она не подойдёт. Почему я говорю, что для портретов эта штуковина не канает. Но опять же, это смотря как вы хотите снимать. У вас задача снять красиво или снять репортажно? Лишь бы снять, потому что если мы снимаем спорт, то вот в спорте этот объектив все раскрывают очень круто. И мы не будем там вникать, как мы правильно, неправильно передали пропорции лица спортсмена. Нам нужно снять его с большого расстояния, другого варианта у нас нет. И я хочу поговорить вот для начала о футболе. Потому что к разному спорту разный подход. И я когда снимал на 100-400, опять же у меня есть видео про съёмку футбола, к чему я пришёл. Вот сейчас будет очень важный момент, почему фикс круче зума. Практически, ну окей, 24-70 на свадьбу действительно очень удобная штука. Ну даже свадьбу можно снимать на 35-ку. В любом жанре вы можете снимать всё на фикс. Вот что я сейчас хочу сказать. Чтобы получить самые жирные, сочные кадры, когда вы снимаете тот же самый футбол, вам нужно снимать на тот же 100-400 на длинном конце. Когда вы снимаете их на 100 мм, на 200 с диафрагмой, 4,5, 5,6, что-то такое. Недостаточно отделяется человека заднего плана. И как правило, на футбольном поле 100 мм это ширик вообще. То есть вы крупно вряд ли кого-то снимете при съёмке футбола на 100 мм. Это вообще ни о чём. Ну, знаете, разве что если это будет очень маленькое поле. Потому что я как-то снимал любительский матч, там было 5 на 5 человек на маленьком поле. И там 135-ка зашла просто отлично. То есть там со 100-400 не было развернуться. Но это совсем уж такой маленький, ну не знаю, может быть если это будет футбол в помещении. Да, на маленьком пространстве 135-ка или 70-200 сработает. Но если говорить о футболе на каком-то среднем поле, я не говорю о стадионе. Даже такое среднее футбольное поле, то 100-400 или 300 мм. И я понял, что вот это даже круче. Потому что, ну опять же, какая у вас стоит задача. Если вы хотите задокументировать всё и вся, не пропустить ни одного движения, то конечно зум будет лучше. Потому что на 100-400 отзумили, зазумили и всё круто. Особенно если вам нужно снять какую-то общую ситуацию, когда там происходит замес у ворот. Да, да, 100-400 будет удобнее. Потому что вы набьёте этих ракурсов различных. Но если вы хотите снимать эмоции спортсмена и получать реально такие кадры, чтобы он пошёл куда-то на обложку, ну сейчас уже газеты говорить неуместно, на заглавную страничку сайта, не знаю, в инстаграм. Ну в общем, чтобы это была такая сочная фотка, которая передаёт весь накал эмоций. Потому что, что ж, надо понимать задачу фотографа. Я опять, знаете, в футбол ухожу при съёмке футбольного матча. Скорее всего, он не протоколирует всё происходящее. Это делает видеооператор с зумом. Задача фотографа – словить яркие моменты и эмоции. При этом, если он снимет не всё, ну опять же, в зависимости от крутости этого матча, глобально, скажем так, главная задача – получить яркие фотки с накалом эмоций. То есть, про съёмку ворот – это отдельная тема. Там ставится широкоугольная камера в самих воротах – это другое. Но вот когда вы снимаете самих футболистов, то самые яркие кадры получаются на длинный фокус. То есть, на 300 или на 400 мм, на открытой диафрагме. И поэтому, для самых ярких кадров, я даже когда снимал на 100-400, я пришёл к тому, что я стараюсь снимать только на 400 мм, только на длинном конце. Я его стал использовать, ну я, конечно, отзумивал, но самое сочное получается на длинном конце. Это, знаете, так же, как широкоугольник покупают 16-35, но обычно его покупают ради 16 мм. Ну 16-24 для такого диапазона. И также здесь вы покупаете телевик, там 100-400, главным образом ради 400 мм. Чтобы получить самую вот эту крупную, сочную картинку с хорошим отделением заднего плана. И опять же, 300 мм f4. Ну как, 405,6 в принципе по размытию фона сопоставимо. Но этот объектив значительно легче. То есть, казалось бы, 300 грамм, но легче. Но фишка в том, что он оптический, вот как 100-400 второй версии. Только тот объектив стоит, ну как, раза в три дороже, чем вот эта штука, и тяжелее. Первая версия 100-400, можете посмотреть мой обзор. Ну на 400 мм, честно говоря, он хромает. То здесь все отлично, прямо с открытой диафрагмой. Ну вот я уже говорил, как 135-очка. И когда вы снимаете спорт, то какая логика работы с фиксом? Потому что, знаете, вот этот нюанс поймешь только, когда поснимаешь на такой объектив. Вы занимаете какую-то одну точку съемки. Вы не будете бегать туда-сюда, как со 100-400. Потому что перекадрировать с этим, понятно, никак. И ловите яркие моменты конкретно в одном месте. Футбол на этот объектив я не снимал, но я снимал на него серфинг, дзюдо снимал и велосипедистов чуть-чуть поснимал. Серфинг интересные фотки были. И я занял место, с которого я понял, что я получу необходимую крупность, и там будет вот прям самый сок. Причем там такая особенность, я буду показывать эти фотографии. Там, где я снимал, были несколько мест, где спортсмены делали трюки. То есть, оно, ну там, как такие трамплинчики. Есть один трамплинчик и следующий трамплинчик. И я ориентируюсь на то место, где эти люди будут подпрыгивать и что-то показывать. Я понимаю, что я вот сяду здесь, и мой объектив будет давать мне опрямальное кадрирование вот именно в этой локации. И сидим на месте и ждем, пока там что-то произойдет. И этот подход с 300 миллиметрами, он, в общем-то, также работал с птицами. Садимся на одном месте и ждем, пока эти птицы прилетят, улетят. И выбираем оптимальную птичку, которая где-то находится. Другое дело, что со спортом вы смотрите все время в одну и ту же точку. С птичками ты смотришь по сторонам, где на какой ветке эта птичка сидит. То здесь ты просто выжидаешь, пока этот спортсмен что-то покажет вот конкретно на этом месте. И ракурс кадрирования не меняется. С одной точки, с одним и тем же фокусным расстоянием. То есть, задача вовремя словить фокус, ну опять же, понимаете, вы когда ставите такую конкретную задачу, ловите человека фокус в одном месте. То есть, вы не перефокусируетесь сразу от максимально близкого до максимально далекого. То с фокусом все отлично. То есть, если в реальных условиях, если он не попадает в фокус, то это больше вина фотографа, чем техники в случае с этим объективом. Что меня приятно удивило, то, о чем я говорил, что вы снимаете с расстояния метров 20-30, и у вас получается ощутимая бокашка, такой объем классный. И это вот реально фотка идет про эмоции, про конкретного спортсмена, про то, что с ним происходит. И оно вот, ну это я вам на экране покажу, очень сочно, красочно, никакая микро и даже кроп вам не даст такой картинки. То есть, это прям вау-вау, какая картинка получается. И, кстати, на той же локации я с собой взял 135 мм, мне самому было интересно сравнить. И, не сходя с места, я передвинулся там вот, на одном месте трюки делали, поворачиваю еще чуть-чуть в бок. Я сидел на стульчике, никуда не переходил, просто поменял объектив на 135-ку и начал ловить следующие какие-то кадры. И на 135-ку уже караулил человека, который ближе ко мне делал все эти трюки. И оно по картинке, ты вот начинаешь листать, вот реально очень похоже. То есть, кстати, по коэффициенту размытия, если вы хотите сопоставить разные фокусные расстояния и диафрагму, для этого нужно поделить 135 мм на 2 и 300 мм на f4. И, по-моему, по моим расчетам, 300 мм даже чуть-чуть больше размывает фон. И вот этот вот показатель диаметра входного отверстия максимального будет вам говорить о том, насколько этот объектив способен размывать фон. И они в этом плане вот примерно одинаковы. Если вы хотите бомбить какое-то мероприятие прям совсем профессионально и круто, то, как правило, берут на одну тушку цепляет 300, на другую там 70-200 или там, допустим, ту же самую 135-ку. И человек может быстро просто взять другую тушку и ловить момент вот в какой-то локации, которая находится ближе к нему. И так работает съемка с фиксами при съемке спорта. Но если у вас одна тушка, будете менять объективы, конечно, будете терять какие-то моменты. Но суть в том, что вы снимаете с одной точки и просто понимаете, в какой зоне вы будете ловить экшен. Потому что если у вас зум, то вы можете, конечно, взять более общий план и снять всю сцену целиком. Но эти общие планы, они по своей эмоциональности и сочности, они не сравняются с тем, что вам дают длиннофокусная оптика. В зумах спортивной фотографии, когда у вас, ну, допустим, 70-300, 100-400, 70-200, то вот этот широкий угол, он чисто репортажный. Он не дает вот этого самого сока. И самый сок заключен, повторяю уже, третий раз в длинном конце. Поэтому вы покупаете самое вкусное, что есть в этих зумах. Но за меньшие деньги и с меньшим весом. А, и есть еще один лайфхак на тему того, вот если вы снимаете, допустим, на вас едет велосипедист, держите камеру, ну, как обычно, горизонтально, и тут вы понимаете, или футболист бежит к вам, что он к вам слишком близко подходит, и все, он уже не влезает в ваш фикс на 300 мм. Кстати, такая же ситуация у меня была, когда я снимал футбол на 100-400. Для того, чтобы получить самый сочный кадр, я ставил 400 мм, пользовался им как фиксом. Так вот, лайфхак состоит в том, что взять вот это вот колечко и повернуть камеру вертикально. Как правило, люди, ну, велосипедист, объекты съемки, в общем, которые вы снимаете, они продолговаты. Получается, что вы за счет кадрирования расширите себе захват. То есть, велосипедист горизонтально, это одно кадрирование, он подъезжает ближе, ставите вертикально, и он у вас весь помещается в кадр, и вы получаете тот самый яркий, сочный момент, вот крупным планом, со всеми эмоциями. И это очень важный прием, как из фикса сделать такой почти зуб за счет кадрирования. То есть, следим на общем плане горизонтально, а потом поворачиваем камеру вертикально, но очень быстро, естественно, нужна скорость реакции, и фиксируем момент вот прям так ярко и сочно. Важный момент касательно расстояния. То есть, нужно учитывать при работе с таким фиксом не только расстояние для объекта, но и размер самого объекта. Потому что, если мы снимаем людей, и в принципе, ну человек – это универсальное мерило, как размера объекта съемки. Это знаете, так же, как и в книжках, которые сейчас никто не читает, про операторское искусство. Средний план, общий план, крупный план. Как понять, относительно чего он средний или крупный. Это относится к этому объективу. Общие мерило – это человек. То есть, общий план в кинематографе – это когда у вас человек попадает целиком в полный рост. Средний план по пояс, крупный план – это лицевой портрет. Это относительно человека. Но, если мы поменяем объект съемки, например, на птичку. Про фотосъемку птиц у меня есть отдельное видео. То это фокусное расстояние, ну его явно недостаточно, потому что птичка, объект очень маленький. И для птицы крупный план, особенно для маленькой птицы крупный план, означает, что расстояние 20-30 метров, ну это вообще на такое фокусное, у вас эта птичка будет как муравей. Потому что она очень маленькая. То есть, соотношение между размерами птицы и человека. И может быть, сейчас я говорю о вещах, которые кажутся очевидными, но они не очевидны. Как ни странно. То есть, вы когда берете 300 мм, вам кажется, что у вас вау, какой телевик. Но когда вы начинаете снимать на него птицы, вы понимаете, что у вас не телевик. Это просто пшик, а не телевик. Ну, опять же, это с опытом приходит. Так же, как 70-200 для фотосъемки футбольного поля, вообще ни о чем. То есть, он не приближает на футбольном поле. Поэтому все относительно. Надо понимать, относительно чего мы отталкиваемся. Для съемки людей 70-200 это очень даже телевик. Но для съемки людей, которые находятся на расстоянии десятков метров, уже нет. А для съемки птичек, вот этот объектив уже слабенький. То есть, он работает, ну, как я показывал, если вы снимаете птиц, которые, ну, буквально в метрах от вас. Не десятка в метрах, а в метрах. Считанные метры от вас. То есть, если вы сможете где-то подкараулить их удачно, закемперить, скажем так, и снимать их с близкого расстояния. Но я добавлю к тому своему видео. Я попробовал еще раз поснимать птиц. На этот раз мне повезло найти место, где было гнездо птиц, и они вылетали. Я снимал их в движении. Потому что в прошлом видео это было статичное видео, а тут я был в движении снимал птиц. Какой нюанс? У меня, в принципе, была возможность их снять, даже если они довольно близко ко мне. То есть, я вот сел прямо над гнездом, оно так в песке внизу находится. Они прямо из-под меня, ну, рядом вылетали и летали туда-сюда. То есть, такое место, что они находятся рядом. Но птички очень маленькие. Но вы не можете за ними уследить, банально. Причем дело не просто в работе автофокуса, в том, что он не успевает за ними. В принципе, если вы будете следить, то он будет успевать. Проблема в вас, что когда эта птичка летит на довольно близком расстоянии от вас, то у нее довольно большая угловая скорость. То есть, немного физики. То есть, когда вот ваш фотоаппарат, вот вы здесь находитесь. Если траектория полета, вот радиус, где-то здесь летит, то относительно вас очень большая скорость пролета. А если она летит вот здесь, то угловая скорость меньше. То есть, вам гораздо проще уследить за птичкой, которая летит от вас на расстоянии 50 метров, чем которая летит на расстоянии 5 метров. Потому что эта скорость относительно вас по-другому будет восприниматься. Конечно, если у вас феноменальная реакция, может быть, вы сможете снимать птиц, которые летят прямо перед вами на расстоянии 5-6 метров. Но я вам говорю, это нереально. Тем более, если эти птички маленькие. Если та же самая маленькая птичка летит на фоне неба и далеко, и у нее плюс, когда она далеко, у нее хоть траектория более-менее предсказуемая, то тогда объектив с фокусом расстоянием миллиметров 800 реально вы сможете отслеживать. Хотя это тоже целая наука. Потому что люди думают, ой, дайте мне кнопочку, чтобы фотки сразу были яркие, насыщенные, с правильным цветом и все было в фокусе. Главное, чтобы кнопочка была. И это неизлечимо. Но сейчас я говорю о настоящих вещах, о том, что для птиц реально нужна более длинная фокусная оптика. Из доступных объективов 400 мм 5.6 гораздо лучший выбор для съемки птиц. А возможно, еще и с телеконвертером. Но с телеконвертером какой нюанс? Потому что я вижу, у людей есть такая любовь к спидбустерам, к телеконвертерам, ко всем этим конструкторам, чтобы вот что-то прикрутить и чтобы техника за вас все сделала. Но есть нюансы. Я об этом говорил в своем видео про птичек, что телеконвертеры, у них есть негативные стороны. Во-первых, если вы возьмете 405.6 и прицепите телеконвертер на 2, то с кучей фотоаппаратов автофокус работать не будет. Например, с такими как 5D Mark III или 7D Mark II. 7D Mark II камера с хорошей системой фокусировки, но f11 она уже не тянет. А с f8 работает только центральная точка. Ну, в общем-то, центральная точка это уже неплохо, но все равно, то есть закрытая диафрагма будет ограничивать использование. То есть, ну если у вас совсем топовая тушка, то R5, R6, беззеркалки Canon уже работают с автофокусом на f11. Это да. Следующий момент это стоимость этого телеконвертера, потому что у меня был конвертер от Viltrex, я об этом написал в своей статье, я бы его сильно не рекомендовал. Во-первых, он не работает с беззеркалками, а во-вторых, качество картинки просто ужасное, и скорость автофокуса сильно страдает. То есть, если брать телеконвертеры, то нужно брать только родные. Но, с другой стороны, я приятно удивился, когда увидел, что двухкратный телеконвертер сейчас на барахолке стоит в районе 200 с лишним долларов, но это бесплатно, потому что я для себя в уме держал цифру в районе 500 долларов. А за 200 с лишним, может быть, я как-нибудь раскошелюсь и расскажу об этом эксперименте, потому что сделать из этого объектива 600 мм, это реально прикольно. И уже снимать на 600, пусть будет f8, но здесь автофокус, тем более на ярком солнце, работать будет. Если вы берете родной телеконвертер с хорошей тушкой, то да. Просто, понимаете, если взять паршивый телеконвертер или даже хороший, но прицепить на слабую тушку, то с большой вероятностью у вас автофокуса вообще не будет, и картинка будет мыльной. То есть, то есть, любят, давайте возьмем кроп, давайте возьмем телеконвертер, и сейчас мы получим, там, не знаю, 2000 мм. А у меня главный вопрос, а будет ли вся эта байда фокусироваться? Если вы хотите снимать птичек, то вам автофокус очень как нужен, даже если эти птички статично сидят на веточке. Так что с телеконвертерами ситуация неоднозначная. Я еще, думаю, может быть, раскрою позже эту тему, но я не могу однозначно говорить, что телеконвертер прям-таки решает проблему. Следующий жанр – это съемка архитектуры и пейзажа. Ну, я больше на пейзажах протестировал этот объектив. И с точки зрения оптики он вам позволяет отлично снимать пейзажи. Картинка будет просто сок. Причем пейзажи можно еще снимать не просто одним кадром, а склеивать панораму, и получается сумасшедшее разрешение, сумасшедшая детализация. Я прикрывал объектив до f10, и детализация просто попиксельная. То есть 45 мегапикселей легко. Он все там разрешает, все супер резко, прям круто. У меня была в чем проблема с панорамами, что когда ты снимаешь… Ну, имеется в виду, что такое панорама? Склеиваешь кадры, которые ты снял вертикально и горизонтально. Горизонтально ряд отлично клеится лейтрумом, а вот второй ряд вертикальный уже не хочет клеиться. Причем пробовал разные программы, не снимал со штатива, но не хочет склеиваться. А так у вас получается довольно вытянутая картинка. Но в любом случае получается очень интересная перспектива, сумасшедшая детализация. По поводу пейзажной фотографии. Из альтернатив у Canon есть 70-300mm f4-5.6L. Я, кстати, раньше не понимал прикола этого объектива, потому что он как бы 70-300mm, L-ка, выдвигается хобот, ну, типа параметры такие темные. А зачем он вообще нужен? Фишка в том, что он реально резкий, то есть оптически крутой, такой же как фикс, но при этом он весит килограмм, то есть он еще легче, чем этот объектив. И вот такой зум для пейзажа будет лучше. Ну или 100-400, второй версии. Первую версию не рекомендую, потому что 400mm там мыльные. Да, то есть для пейзажа нужен реально резкий объектив. Вот этот объектив оптически годится, но зум лучше все-таки, потому что возможности покадрирования, ну, на 300mm вы выхватываете такие отдельные моменты. Я, кстати, снял видео специально, чтобы показать, как выглядит пейзаж на 300mm. Не фото, а видео. И получилось довольно интересно. И, кстати, оптика не ограничивает всяческие возможности там, снять 4K, там, 120, Full HD, 128K. То есть снимаете все, что хотите на 300mm. И да, это прикольно, это необычно, можно снимать. Причем я для этого использовал свой маленький штатив. Я вам бэкстейдж-фотку покажу. Аоку, у меня есть на него обзор. И, ну как, если дует сильный ветер, будет трястись. Если ветер не сильный, то даже на 300mm можно снимать вот с такого маленького travel штатива. И даже видео и нормально получается. Кстати, по поводу стабилизации. Так как объектив у меня без стаба, я с ним включал матричный стаб. И я вам скажу, что можно даже видосик с рук снимать с помощью матричного стаба. Вот такая тема. Но опять же, если еще и кроп включить, тогда начинается тряска. Без кропа, окей. Кстати, вот версия 300F4 со стабом, с оптическим. Там был еще стаб первых поколений. И у него всего лишь две ступени стабилизации. Я не знаю, как это работает на видео. Но пишет, что на фото можно снимать где-то с выдержкой одной 60. Но, в общем-то, это все равно прилично выглядит. 300mm и одна 60. Потому что, например, уже 100400 второй версии. Там оптический стаб позволяет снимать чуть ли не на 1.15. Настолько круто они его проапгрейдили. Но, говоря о пейзажной фотографии, то есть, я вам говорю, вы можете его купить. Будет окей снимать, но просто на зум-объективы снимать пейзажи, на телевики, интереснее. Потому что я когда-то на 135-ку пейзажи снимал. Тоже прикольно, но иметь это в одном объективе гораздо удобнее. Потому что, если для спорта вам нужно самое длинное, фокусное, то для пейзажа гораздо удобнее подкадрировать и выбрать оптимальный ракурс именно за счет зума. А светосила для пейзажа, она и не нужна. Вы, скорее всего, будете закрывать дырку для максимального гриппа. Еще что можно делать с этим объективом, это прицепить сюда макрокольца. И это работает даже на RF-байонете. То есть, вот я сейчас покажу вам это извращение. Мы берем 300 мм. Берем сразу три кольца вообще. То есть, разъединять их даже не имеет смысла. Потому что я вот когда снимал... Не, на 135-ку я, по-моему, надевал два кольца, иногда три. Но для объективов, скажем так, шире 100 мм, три кольца вы вообще никак не оденете, потому что у вас дистанция фокусировки будет вот прям вот такая. И в этом проблема с макрообъективами зачастую, что они снимают очень близко, но вам приходится находиться слишком близко к объекту съемки. Чем мне, ну, лично мне не нравится 85-ка как макрообъектив. Слишком близко вы снимаете. Ну, вот мне макрообъектив нравится 180 мм 3.5 или вот эта вот штуковина. Кстати, это тоже вариант получить себе относительно бюджетный, крутой макрообъектив. Потому что оптически он очень даже тянет и вывозит. Он резкий, с этим тут проблем нет. И с вот этими макрокольцами расстояние фокусировки получается, я так сам лично замерял, ну, примерно 80 сантиметров. И вы можете снимать, ну, прям совсем-совсем близко. Просто надо понимать, что макрокольца, у меня есть про них обзор, еще раз напоминаю, вы сможете снимать только на этой дистанции. Ну, плюс-минус там 10 сантиметров. То есть, у вас не будет бесконечности и у вас, ну, еще чуть-чуть ближе вы не снимете. То есть, вам нужно будет четко знать, на каком расстоянии вы снимаете. Там где-то от метра до двух у вас будет расстояние съемки. И я очень интересно снял огонь, костер крупным планом. И это прям, вау, как круто получилось. И такие кадры ни на что другое, кроме как на вот это вот, вы бы не сняли. Потому что это угли и это огонь. Но вы не сможете снять их на 85-ку, потому что вы, ну, просто обожжетесь и попортите технику. А на 300 миллиметров у меня расстояние было около метра. И я получил реально очень интересные кадры. Ну, прям, вау, какие кадры именно с макросъемкой. Вот я давно этого хотел, ну, получить длинный телевик и снимать какое-то макро. То есть, тут, знаете, макро можно снимать и на 25 миллиметров на ширик и получить тоже очень интересные кадры. Тут нет единого рецепта. Просто я говорю о преимуществе вот этого вот набора, что у вас есть расстояние до объекта съемки. В то же время будете снимать очень близко. Но потом, если вы захотите снять уже на обычной дистанции фокусировки, то нужно будет всю эту байду быстренько снять. Как я это сделал, потому что пошел дождь и я снял этот же мангал дырявый уже вот в таком виде. И тоже получилось круто. Я это сделал в 4К 120 FPS. И это прям вот мне очень понравилось. Такая творческая съемка. Прикольно. И тут я хочу вспомнить в контексте макро такой замечательный объективчик, как 55-250, который совпадает с ним по полю зрения. Здесь, кстати, пластиковый байонет. Этот объектив стоит очень дешево, но своих денег однозначно стоит. Очень маленький, легкий. И в чем фишка вот этого объектива? Что он гораздо крупнее снимает без всяких макроколец. То есть, у него дистанция фокусировки те же 80, не помню. По-моему, да, 85 сантиметров. И я сравнивал просто, как вот этот объективник без макроколец снимает, и как вот этот. И вы получаете прям очень крупно. Причем дело не просто в том, что он на кропе, а в том, что сама оптика здесь позволяет снимать ближе. И по части функционала вот этот зум значительно опережает 300 миллиметров. Тоже небольшое хочу сравнение провести. Потому что на это у вас есть зум. Можете снимать пейзажи, зумить туда-сюда. Но очень важно, что он маленький, легкий. По сравнению с этим разница, я думаю, разительно заметна. И он еще и близко снимает. То есть, вы за маленькие деньги именно по функционалу получаете гораздо больше. Вот с этой штуковины можно ходить весь день, особенно на кроп-камеры. Ну, R5 сама по себе весит что-то. Вот на Fuji я его одеваю. И весь день у вас с собой бинокль, еще и зумом. С этой штукой ходить весь день, ну, честно, будет так себе. То есть, на него, кстати, снимать с рук довольно комфортно. На 1400 у меня руки начинают отпадать, если снимать там больше часа. То на эту штуку, вот реально, он, ну, казалось бы, небольшая разница, но он легче. Но все равно, таскать с собой весь день, ну, так себе. А вот этот маленький кропнутый объективчик, ну, вот реально, можно с собой таскать. И он выполняет больше задач. То есть, для путешествий вот это интереснее. Но, конечно же, по картинке вот это несопоставимо. То есть, да, и то, и то снимают очень далеко. И я рекомендую при небольшом бюджете вот этот объективчик, он резкий. Но цвет, объем, боке, кроп, это, конечно, не то все. Но вот такая история. Зато, знаете, вот по части макросъемки он мне реально приятно удивил. Буду, пожалуй, подходить к концу, потому что я могу про него долго говорить. Меня приятно впечатлил этот объектив. И я его, конечно же, могу всем советовать, потому что оптически с ним все отлично. Я показал, что он по автофокусу, ну, тесты не победит. Но на практике спорт можете легко снимать. Проблема с этим объективом, закончу тем, с чего начал, это найти ему применение. Потому что, ну, спорт это круто, но этот спорт еще нужно найти. В наших краях, вот, знаете, по-моему, вот этих объективов на барахолке больше, чем в спортивных мероприятиях. Ну, даже на руках, скажем так. Потому что хочешь прийти что-либо поснимать, так там стоит на аккредитацию очередь из ТФП фотографов. То есть, ну, вот такое у нас состояние спортивной фотографии. Ну, у нас, во всяком случае. Хотя те мероприятия, которые я снимал, я просто пришел и снимал. Но фотографов там было масса. То есть, у нас гораздо тяжелее найти мероприятие, чем найти этот объектив. Некоторые думают, вот новый объектив. У меня был короткий обзор RF-100500, 4, 5, 7, 1. Так вот, он по размытию заднего плана, вот, значительно уступает вот этому. И даже чуть-чуть уступает 100-400. Потому что там более прикрытая диафрагма. И, понимаете, в чем, ну, соль этого объектива. Что это фикс-объектив. За счет того, что он не умеет зумировать, за счет этого вы получаете низкую цену и очень высокое качество изображения. Потому что, ну, попробуйте, понимаете, такую же картинку на зум-объективах. Вот вы получите только на этом RF-100500, EF-100400, но только второй версии, 70-300, 4, 5, 6. То есть, только на белых L-ках, причем последних. Вы получите такую же детализацию, как на объективе 91-го года. Но это фикс-объектив, он не умеет зумить. Вот такая тема. А потому что он не умеет зумить, ну, надо уметь снимать. Но это вызов для фотографа, это развитие для фотографа. Поэтому очень рекомендую. Причем это уникальная тема для Canon, еще раз реклама, почему Canon лучшая система в мире. Потому что на Nikon, для сравнения, такой же объектив есть только отверточный. То есть, за похожие деньги, естественно, с похожей, ну, крутой картинкой. Но отвертка это уже все-таки ограничение. На современной беззеркалке уже автофокуса не будет. По поводу беззеркалки, еще один момент. Основной режим фокусировки, которым я здесь пользовался, и скорее всего, все будут пользоваться по центральной точке. Все вот эти навороты с отслеживанием лиц, там, всего такого. Не, ну вот хорошо, если вы снимаете одного велосипедиста, который едет на вас. То есть, тогда да. Но если вы снимаете велогонку, и велосипедистов много, вы все равно поставите одну точку, и будете выпрямлять свои руки для того, чтобы отслеживать именно одного человека в кадре. Потому что фокус по людям, по животным, по транспортным средствам, он не поймет, какое средство, какой объект для вас наиболее важный. Поэтому фокус по центральной точке остается вечно живым и вечно актуальным. А если, допустим, вы хотите снять птицу на фоне неба, да, ее вот очень тяжело попасть по центральной точке, когда вы начнете слеживать какую-то, ну, вот летящую птицу. Но дело в том, что вы тогда включаете даже, ну, вот здесь вы включаете общий режим с отслеживанием птиц. А на зеркалках вы просто включаете все точки, которые, кстати, у вас не будут доступны с экстендером. Тро-ля-ля. То есть, полная функциональность у вас будет только без экстендера. Кстати, вот мне интересно на беззеркалках, как будет с экстендером. Это отдельная тема. Но факт в том, что что на зеркалке, что на беззеркалке, вы просто включите зону, автоматический выбор зоны. Он будет выбирать любую зону. То, что здесь это обозвали еще фокус по объектам, с точки зрения вычислительных технологий, да, бесспорно, круто. Потому что сама камера, она понимает, что перед ней птица. То есть, она фокусируется на голове или там на глазике этой птичке, и ты это видишь в видоискателе. Но с позиции вас, как практика, результата, то же самое. То есть, вы возьмете зеркалку, главное, чтобы у нее покрытие точек было побольше. И она будет автоматически выбирать точку, которая вам нужна. То есть, новая технология, она больше понты, она не делает для вас это принципиально легче. Она не заменяет необходимость прямых рук. То есть, все равно нужно очень тщательно отслеживать, ловить момент и так далее. То же, о, фокус по птицам, все, все птицы будут в фокусе. Ну, не будут. То есть, навыки работы с такой оптикой, их нужно получать, и камера за вас это не сделает. Единственное, что он делает, это то, что картинка прямо сок. Это да. То есть, какой бы вы объект ни сняли, вы будете видеть этот классный объем, цветопередачу, ну, как это положено у L-объективов топовой серии. Потому что люди спрашивают, вот есть такой народный, можно сказать, 7300 второй версии. Не L-ка, черный, но относительно новый. Я его называю космическим, потому что там экранчик есть. Это неплохой объектив на свои деньги, но он по цветопередаче, ну, ближе вот к этому, чтобы вы понимали. Там неплохая детализация, но там не та картинка, что вот здесь. Хотя это более древний объектив, но надо просто, знаете, от физики никуда не уйти. Здесь дофигища стекла, здесь куча линз, и все эти линзы направлены на то, чтобы вы получали сочную крутую картинку. Когда вы берете в руки объектив, где мало стекла, вот он, легкий, линз здесь меньше. Причем это стекло обслуживает кучу разных фокусных расстояний. Вы не получите ту картинку, где все линзы заточены чисто на 300 мм. То есть, не надо забывать, что есть физика процесса. Это так же, как нельзя на микре ни с какими вычислительными технологиями получить качественные... Люди пишут 80 мегапикселей, это там даже 20 мегапикселей убогие. И так же здесь. Если вы хотите хорошую картинку, вам в руке нужно много стекла. Но как можно схитрить, чтобы это стекло все работало чисто на одно фокусное расстояние? И тогда картинка будет вау, круто, действительно круто. А бесцененные эти объективы, они действительно бесценены. И потому, что они старые, и потому, что многие люди, я уверен, им сложно найти применение на самом деле. Потому, что фикс на 300 мм это для тонких любителей. Ну вот реально. Потому, что чаще всего люди хотят снимать портреты на телевики, на светосильную оптику. А эта штука для портретов не лучший выбор. Ну вообще, я бы не рекомендовал эту штуку, если вы хотите прям творческие портреты. Даже я вот сейчас так понял, что и 200 мм 2.8 фикс нет. То есть, 135-ка, я считаю, что это вот оптимально. Ну или 85-ка. Это крутые портретные объективы, но я же его и как репортажные использую. Но вот эта комбо мне очень понравилась. Если вы снимаете что-то на улице и хотите получить очень сочную картинку, именно спорт, то есть, где у вас есть люди, которые в движении. И несмотря на то, что эта оптика старая, она всё тянет, вывозит, называете как хотите, справляется с задачей, в общем, скажем по-русски. Другое дело, что я для себя понял, что найти применение этой штуковины – это целый квест. Потому, что нужно куда-то выйти и найти что-то, что будет интересно на него снимать. И фото, видео в этом обзоре – это результат моего подбора материалов в течение года, чтобы вы понимали. То есть, я вас просто честно предупреждаю, что у кого-то могут капать слюнки, какой он крутой, вы его себе купите, но с большой вероятностью он у нас будет лежать дома без дела. В этом опасность этой оптики. На этом всё. Пожалуйста, заглядывайте в описание. Всегда там оставлю интересную информацию. В частности, ссылку на обзор, как снимать птицы, как снимать футбол. И, конечно же, кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok